так всем привет привет давайте те кто смотрит подпишемся как идет звук картинка и вот это вот все напишите плюсик в чат бы нам понять и мы начнем день простите ну так но вроде бы звук идет понимаю просто кому-то слышно кому-нибудь слышно нас есть небольшая задержка в эфире да все слышно окей давайте начинать всем еще раз привет сразу отвечу на первый вопрос который был в чате до записи у нас будет вот но желательно собственно быть в эфире потому что можно будет задавать вопросы спикером и обсуждать с ними эту информацию меня зовут стас собственно я во фри это время уже работаю над продуктами консалтинга к коммерческой основе запускаете продукты вот но тем не менее также я выступаю уже больше наверно двух лет трекером линейным трекером на программах и работаю с командами сегодня мы здесь собрались для того чтобы послушать двух наших прошлых участников наших программ был global которые собственно выходили на глобальный зарубежный рынок у них это получилось у них получились результаты они решили поделиться как это у них было рассказать процессом наверное тоже расскажут какой был вклад фри в эту историю потому что мы работали вместе с ними более того с одним с первым участником я как раз таки работал в прошлом году в этой программе google был как трекер собственно у нас первым будет выступать антон кушнер он основатель и генеральный директор такой платформы как понимаю собственно это платформа корпоративного благополучия довольно интересный продукт он на мой взгляд несколько такой тяжелый в плане того что нужно продавать корпорациям нужно продавать компаниям у которых большое количество сотрудников большое количество синих воротничков но антон про это более подробно расскажет сам вот я просто рассказываю со стороны трекера вот и тем не менее с таким сложным продуктом антона получилось выйти на рынке снг в том числе получились хорошие результаты давайте его послушаем антон ты с нами спасибо за прекрасное представить представление за добрые слова да да друзья привет расскажу картинка нас и расскажу что мы делали в рамках free и что мы продолжаем делать и сейчас тоже я являюсь учредителем вот компании понимаю сервис онлайн консультации для сотрудников корпоративных клиентов корпоративный клиент предприятия так же как добровольное медицинское страхование покупает сервис от понимаю что из себя представляет консультации психологов юристов а также других специалистов в области разных направлений благополучия сотрудников мы решаем проблемы человека человек становится более производительным уменьшается текучка развивается бренд работодателя и главное может быть в меньшей степени мы конкурируем по заработной плате с теми кто имеет неограниченные ресурсы на по фото и так далее и так далее поэтому сейчас сервис 8 8 областей которые закрывают практически все области благополучия человека ядром является психолог юрист финансовый консультант и консультант по здоровому образу жизни вот эта вся вот романтика в виде коучинга а также специалистов там по фитнес тренером там да и консультации по ходу за животными появились в течение последних двух лет прежде всего как ответ на усложнение геополитической ситуации и связанные с этим избыточные административно-хозяйственные бытовые нагрузки да в частности там связанные с релокацией там и так далее и так далее но психолог юрист и финансовый консультант закрывают 80 процентов проблем и в россии в россии мы как бы уже достигли определенных результатов этот результат является статистически репрезентативным для того чтобы мы сделали вывод что окей мы в общем то здесь у нас в россии делаем все правильно вот но общаясь в разного рода международных профессиональных в том числе ассоциациях организациях разговаривая с такими же как мы только где-нибудь в других странах мы увидели что существует существенное преимущество у нашей бизнес-модели и коли так то в общем то родилась гипотеза о том что мы могли бы в той или иной степени с определенной кастомизации с определенными доработками эту бизнес-модель экспортировать куда-то куда-то возможно собственно говоря это вот количество наших пользователей как это все растет и и и и пользователей и людей которые там количество консультаций да то есть и это эти показатели они существенно выше например чем работают аналогичные компании даже в развитых юрисдикциях типа великобритании штатов где психолог это общем-то является не чем-то таким новеньким там да а в общем достаточно устоявшаяся практика и раз наши сотрудники русских предприятий они ходят больше чем даже в других англ а прежде всего англосаксонских странах может быть мы нам есть есть чем поконкурировать за рубежом да вот ну собственно говоря и мы подумали а куда а куда куда и почему вот и недолго думая мы решили что это должна быть центральная азия прежде всего потому что до того как бизнес как сервис был локализован уже на казахстан и когда мы пришли там во фрии стали думать о каких-то глобальных упражнениях у нас уже были там штучные клиенты из казахстана которые там покупали рубли и платили нам в россию но в какой-то момент это стал довольно проблематично делать вот и мы подумали вот раз уж люди так делают что может быть а если мы не и при этом мы ничего никаких усилий не предпринимаем если мы немножко как-то постараемся поработаем вот в этом направлении то может быть будет хороший результат экономически да вот и вот сейчас есть компания отдельная в казахстане она называется эмпатия которая в определенной степени является клоном компании российской вот ну а на самом деле просто продающим продающим звеном потому что middle back-office настоящее время в той или иной степени находится здесь то или иной и чуть забегая вперед я могу сказать что торможение с процессом переноса middle back-office оттуда для нас стало определенной проблемой и задержкой в развитии этого процесса поэтому если вы об этом думаете то об этом надо надо это принимать во внимание и вот сейчас за двадцать третий год у нас акселерация была в конце прошлого года в третьем квартале стас если я правильно помню или четвертом да вот за что огромное спасибо потом остановлюсь отдельно вот мы сейчас уже имеем небольшие пока но уже статистически репрезентативные данные на основании которых мы можем сделать вывод что даже несмотря на сравнительную неразвитость рынка именно в нашей индустрии корпоративного благополучия результаты хорошие вот посмотрите например мы видим что по казахстану коэффициент утилизации коэффициент утилизации а что такое коэффициент утилизации доля уникальных сотрудников коллектива которые воспользовались сервисом хотя бы один раз в год так вот 10 процентов плюс вот в этом вот в этой центральной азии у которых как бы там высокие семейные ценности растет значимость религии там ислама или не только там до которых традиционные какие-то культурные там скрепы до существует вот но это не отменяет и на самом деле вот эти люди так как в россии у нас да мы транзачим на уровне 8 10 процентов при том что европа на уровне 4 5 до а в казахстане практически столько же сколько у нас даже чуть больше при том что рынок наверное отстает там на 3-5 лет от российского рынка по крайней мере с точки зрения общей ситуации вот поэтому забегая то что вот те те выводы которые я вот вам потом может скажу и поделюсь да и может быть даже получится обратную связь буду очень благодарен если будет вот она базируется на каких-то вот таких цифрах более менее статистически репрезентативных не на одном клиенте и не на клиенте из россии и не на дочке международного клиента компании а там где мы выигрывали в честном тендере у местных конкурентов на 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 местной площадке там да вот ну что касается акселерации и что касается вообще говоря помощи здесь фри ну она неоценима вот и дело это хорошее не только а в случае нашим и не столько с точки зрения какого-то контента а с точки зрения вы знаете дисциплинизации вашего покорного слуги и дисциплинизации других участников сотрудников компании которые в это дело вовлечены потому что огромное количество работы конечно есть по москве и вот если бы не фри то мы до сих пор выходили бы и думали бы об международной стратегии агу глобал там а пятом-двадцатом а тут делать нечего есть рабочая группа рабочая группа собирается раз в неделю отчитывается по шаблону и кажется хочешь не хочешь но дело движется гораздо быстрее именно с точки зрения вот какой дисциплины да вот до акселерации у нас был там половина менеджера вообще отсутствие системы управления продажами отсутствие воронки в общем было просто как то так вот руководители компании знали позвонили клиент состоялся да но абсолютно не состояние был подход вот но сейчас мы вот уже даже тут это чуть больше тут данные за три месяца даже побольше вот мы существенно нарастили мощности вот производственные и конечно это вылилось в результат так еще у меня есть четыре минуты вот значит но теперь не знаю может быть такой вот лайфхаки какие-то которые по крайней мере вот мы мы с командой в рамках подготовки к этому мероприятию вот поштормили что для все что для всех являлось и является проблемой вот в рамках таких дел вот но на первое межкультурные отношения в коммуникациях не с точки зрения отношения продукта нам говорили о казах не пойдет психологу у нас он пойдет там в семью там в мечеть там пойдет там и так далее вот это ложь вот он и туда пойдет и туда вот то есть продуктовый продукт претензий к продукту нет есть проблемы были вот у меня в том числе когда ты недооцениваешь уровень контекстности коммуникации то есть ты приходишь клиенту делаешь презентацию предлагаешь клиент улыбается хоть завязочки пришей все замечательно продукт замечательный более того он говорит беру и ты уходишь думаешь что ты продал ничего подобного он просто так сказал ты чтоб тебя не обидеть вот и ты думаешь ты продал и через квартал ты очень не происходит что происходит а что происходит а ты же согласился не не ну приходи еще раз вот поэтому вот здесь на самом деле русская культура битуби она более более низкоконтекстная там выше контекст и поэтому нужно это принимать во внимание чтобы не 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 испытывать какие-то иллюзии там да там вот ну конечно же рынок в меньшей степени готов чем у нас но и поэтому знаете все таки он не за 100 процентов айтишный да он все таки там существует некоторая составляющая с точки зрения оказания услуги аналоговые да когда консультант консультирует психолог либо кто-то консультирует пользователя да клиента как это называется психотерапии да ну барьер какой-то коммуникационной определенной составляет стигматизировано да пока еще общество да вот ну пять лет назад то же самое было и в россии мы с этой проблемой справляемся и решаем но это надо просто тоже опять таки какие-то свои как нам всем свойственен неоправданный оптимизм да вот это греха таить так вот вот эти все трудности с которыми мы столкнулись просто например внимание чтобы снижать свой оптимизм не переделывать его в пессимизм но снижать оптимизм вот значит какой еще момент вот здесь и мы с этим сталкиваемся причем все больше и больше ребят нужно забыть ну или как так не выпячивать свои успехи на других рынках не только в россии но и на других нужно показать что вот мы работаем здесь не только показать но и сделать должна быть определенная степень локализации бизнеса даже если это продукт с нулевыми предельными издержками просто лицензии и далее так далее би ту би на других рынках может быть менее транзакционной продажей а в более степени консультационной экспертной продажей требуется встречаться общаться хочу не хочу следующий вот такой вариант наверное придет к тому что никто не захочет вот это тоже нужно принимать во внимание в презентационных материалах рекомендую максимально фокусировать на пусть незначительный опыт но опыт местный чем огромный опыт не на территории вот максимально стремится как бы вот показывать показывать успехи местные локализацию да что мы здесь вот ну и если особенно работаем мы в синих воротничках и хотим стремимся не только не только к офисным работникам из алматы астана там ташкент но и к работникам рабочих специальностей потребуется определенная локализация в том числе и языковая ну я уже не говорю что формальности мы работаем с кадрами да и это персональные данные сотрудников поэтому в какой степени надо вот обязательно принимать во внимание вопрос связанные с формальностями в области перс данных да вот это тоже это это я не нет не я придумал вот это клиенты сказали нам что нужно сделать для того чтобы это все лучше лучше продавалось вот но следующие шаги мы стремимся уже кратному увеличению пока это конечно какие-то небольшие деньги вот но это существенное направление источник роста всего нашего бизнеса в ближайшие годы вот мы будем там присутствовать мы будем расширяться на другие страны центральной азии ну и в дальнейшем также может быть на какие-то более сложные юрисдикции до связанные уже с отсутствием общей российской или там советской истории там да си с языковыми там гораздо большими там и гораздо большими культурными барьерами поэтому вот эти сложности и они совершенно не не опускаю не опускают наши руки в рамках дальнейшего продвижения в рамках надеюсь и может быть сотрудничество со фри там где-нибудь уже более более сложным там кейсом я вам очень признателен за ваше внимание буду рад пообщаться или сейчас или если у вас есть какие-то индивидуальные вопросы вот мои координаты напишите мне там на почту либо в телегу там вот и я буду рад с вами индивидуальности кому-то интересно поболтать и чем-то быть вам полезен спасибо большое да антон спасибо за презентацию давай я наверно задам немножко вопросов от себя и в том числе вопросы которые задавали в чате смотри у меня такой первый вопрос и в чате тоже об этом говорили то что ты сказал что не всегда вот твои клиенты это айти компании но зачастую не айти не можешь мы не айти компания не совсем а все понятно не 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 наши клиенты как раз не да не только доля айти бизнеса как клиентов составляет там десять процентов мы не совсем айти компания то есть у нас в классическом виде что грубо говоря единожды сделав продукт где-то ты его потом совершенно спокойно размазываешь по всему миру без локализации в той или иной степени не пойдет у нас должна быть локализация как минимум с точки зрения консультантов на языке либо со знанием там местной особенности там юриспруденции там судопроизводства там да правил делового этикета да вот поэтому у нас существует аналоговая составляющая поэтому если у вас чистый софт чистый айти бизнес тогда надеюсь что существенной доли наших проблем вы будете лишены вот поэтому как-то вот извините если я может быть неправильно сначала сказал можешь тогда описать такого наверное типичного своего клиента и лицо принимающее решение в клиенте кому вы продаете и вот как устроена вас процесс продаж и именно как он был устроен как он устроен когда вы выходите на зарубежный рынок ищите этих лп рф и как вы с ними коммуницируете и для российского и для зарубежного рынка в общем-то сначала это примерно это примерно одни и те же да то есть мы продаем директорам по персоналу и чарди вот если это крупная корпорация как правило есть человек который занимается компенсациями бенефитами compensation benefits вот мы с ним общаемся 15 процентов случаев мы продаем внутри комом потому что это очень важная тема внутреннего пиара и так сказать развитие имиджа работодателя там да и так далее вот и если это компании там может быть небольшие там как наши там первым лицам там генеральный директор там учредитель компании да вот у нас есть несколько звеньев каждая продажных каждое звено возглавляется руководителем отдела продаж одно звено действует в казахстане три звена действуют в россии вот и у них есть воронки в каждой воронке есть требуемое для нас количество лидов и и сделок в работе соответственно мы контролируем эффективность прохождения по этой воронке или неэффективность надо так тоже бы сказать контролируем количество лидов в воронках количество контактов ну и соответственно конверсии конверсии в продаже лидогенерация происходит в основном через посещение отраслевых конференций кадровых конференций да в основном вот но и холодная лидогенерация есть на самом деле у меня ничтожность умняшность я предполагаю что ничуть не хуже вот потому что совсем лпр и крупных компаний не ходят на отраслевые конференции вот и и собственно говоря вот так вот так это происходит вот отличие отличие может быть от дома россии например там от каких-то других стран что например очень важно например вот в центральной азии что делают сопоставимые с тобой компании как вот клиент например есть конкурент и конкурент запустил какую-то программу то это существенно увеличивает мой интерес к данной услуги потому что есть как бы условно говоря не обязательно ты продаешь не всегда ты продаешь ценность непосредственно для сотрудников да иногда ты продаешь какие-то внутренние какие-то ментальные ментальные схемы у данного руководителя вот но конкуренцию за персонал никто не отменял ценные кадры ничуть не менее ценные в других странах страны центральной азии являются бенефицарами геополитических процессов более того страны проходят определенный период свободизации вот упрощение так сказать это доступа на иностранных услуг улучшение собственно для инфраструктуры банковской и деловой и и бытовой вот поэтому и бедные конечно и чары они не знают что делать как как привлечь завлечь то да вот поэтому здесь логика примерно одна и та же она очень сопоставима вот надо просто принимать некоторые нюансы местной 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 коммуникации да а вот смотри ты сказал что когда вы продаете то есть какая-то часть то что там должны работать с ментальностью своего опера на тему того что для него есть определенная важность быть лучше конкурентов там и так далее но тем не менее вы в оффер же что-то упаковываете вот у нас есть там вопрос ютуба какие метриками вы доказываете то что ваше решение работы как вы это ну существует метрики которые базируются на каких-то совсем вот таких вот совсем на сухом языке цифру там да грубо говоря 40 процентов всех выходов на больничный лист особенно осенью это обострение психосоматических заболеваний если мы влияем на психологический уровень коллектива мы можем влиять на уровень выхода на больничный лист это несет там прямые экономические там положительные результаты для предприятия вообще говоря рои всего этого дела около 154 процентов по разным составляющим виде сокращения текучки персонала в виде уменьшения индексации при том же самом уровне текучки и так далее и так далее вот и кто-то это принимает во внимание эти подобные исследования они есть у нас которые мы провели на базе нашей российской статистики вместе с высшей школой экономики вот но на самом деле 99 процентов клиентов на уровень здравого смысла понимают что человек у которого кредитная нагрузка невысокая лучше работает чем тот у которого кредитная нагрузка 5 годовых доходов с 20 процентной ставкой вот поэтому работаем с финграмотностью да это на уровне здравого смысла понятно вот а конечно можно подкопаться вы скажете ну а кто сказал что это из-за этого там да может быть это просто из-за того что предприятие хорошее либо там еще что-то внедрили но это это одна из разновидностей возражений с которыми работаем вот по скрипту смотри такой еще вопрос ты говорил о том что есть вот эти особенности ментальности когда на рынке там близко к азии вам говорят да это не значит еще да тебе нужно еще прийти чай попить с ним а вот исходя из этого как выглядит какой длинный цикл сделки у вас получается отличается ли он от российского рынка за счет того что есть вот эта ментальность и как вы влияете на эту историю то что вам сказали вроде бы да но на самом деле это еще не да как вы это отлавливаете и вот стимулируете чтобы цикл сделки был быстрее продажники в той или иной степени должны быть местными вот если если у тебя не супер какой-то бутик вот и не ты единственный продавец в компании а так быть не должно с моей точки зрения надо выстраивать продажи и они должны быть делаться людьми которые живут которые понимают этот контекст которые смотрели те же самые мультики вот да и поэтому им надо принимать во внимание вот этот вот как бы особенности допустим высоко контекстной коммуникации там да но даже даже ты сам я там часто бываю и часто провожу время с клиентами общаюсь я к этому привыкаю просто для меня это сначала было как-то непонятно я много времени потерял но сейчас уже это понимаю да вот она цикл сделки не влияет на цикл сделки влияет только квалификация твоего продавца донес вам ценности или нет донес вам ценности или нет вскрыл ли он потребность да показал ли он подсветил ли он больные точки нажал ли он на них предложил ли он решение вот если он это сделал вот но это не проблема вот поэтому у всех же есть текучка вот и и кадровая ситуация она ничуть не 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 проще чем россии у нас тут дефицит кадров вот везде так везде так вот и поэтому это очевидно поэтому цикл сделки нет нет мы разные бывают 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 и долго бывают и медленно потом зависит много от услуга получения принципиального согласия и потом еще проведение формальной закупки потому что есть госпредприятие и там такие же процедуры вот 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 и у тебя может быть сама сама сами договоренности быстро но потом затягивается очень из-за формальности которые уже не зависят от лица принимающего решения поэтому ну проблемой это не является да он не боли он не не короткий цикл сделки не короткий вот но с этим можно работать и не короткий это сколько три месяца четыре шесть я считаю что идеальная ситуация если по клиенту численностью там 500 человек и больше сделка заключается в течение трех месяцев это идеально это это хорошо вот иногда работаем на уровне на уровне шести месяцев до вы получается продаете какая-то годовая подписка или как контракт как медицинская страховка плата за одного человека в год за прикрепление к какой-то там части вот этих вот сервисов там да там допустим там только психолог там либо полный пакет там и так далее то есть риск риск избыточной утилизации он на компании мы как бы такая мы как бы такая мини велбин психологическая страховая компания смотри у меня еще такой вопрос он комплексный собранный из многих вопросов чате расскажи во первых расскажи что у тебя представляет собой российский рынок то есть насколько он там большой насколько большая компания и вопрос еще там от меня с учетом того что вы работаете вот свою бингом и вот этой всей ситуации понятное дело что на российском рынке сейчас не очень спокойные времена и это хорошо условно для вас и почему вы вот в такие времена когда с учетом того что российский рынок вам благотворит и все очень хорошо при этом все равно смотрели на рынок снг все равно туда шли почему решили так несколько частей вопросе да первая часть это российский рынок официальных исследований нет да это первое и второе что к рынку относить вот я не знаю штатный психолог работающий где-нибудь в колл-центре какого-нибудь банка который борется с выгоранием работников колл-центра его зарплата это рынок возможно потому что они могут они могут эти бюджеты направить направить не на зарплату его она оплату услуг провайдера типа меня либо там других компаний да вот но если мы берем совсем в лоб вот сопоставимые компании там да вот то мы считаем что мы занимаем там долю 15-20 процентов и при этом являемся лидерами рынка вот естественно что не все граждане российской федерации являются нашим таргетом да мы за бенчмарк берем рынок добровольного медицинского страхования вот строго говоря в стране 10 миллионов человек имеют добровольное медицинское страхование это то где за медицину их работодатель им заплатил вот и таких стране там допустим 10 миллионов вот ну вот из этих десяти миллионов полтора миллиона имеют покрытие от компании понимаю что дает нам гипотезу о рынке вот в таком вот и вот нашей дое на ней вот поэтому статистические исследования дело хорошее но вы знаете сейчас черные лебеди не так прям зачастили вот что как каждая новая прилетающая стая черных лебедей так сказать она рынок может там увеличить при том что до сих пор эффект низкой базы рынок пока еще маленький конечно вот но очень большими темпами растущий вот поэтому я к тому что если даже какой-то сейчас напрячется и кому-то кандидатскую диссертацию по исследованию этого рынка это цифры будут через квартал уже наверное не такими правильными вот что касается типа чего вам здесь делать нечего да вот вы в казахстан там да вот вы знаете мы видим конкурентоспособность нашего продукта и мы несколько десятков если не сотен человек в любом и переносном смысле там из петли вытаскиваем в год тогда я же не говорю о количестве людей которым мы там помогая может быть на каких-то более там простых моментах тогда но почему бы не помогать большему количеству людей и на этом заработать если мы можем при том что при том что все-таки степень локализации степень вот как бы кастомной доработки при экспорте бизнес-модели она не такая что ты заново с нуля пишешь то есть ты систему которую ты используешь здесь ты используешь там бизнес-процессы инструкции для продажников которые используешь здесь ты используешь там это копипейст это экономия на масштабе но с точки зрения не бизнес процесс бизнес-процесса вот отсутствие разработок поэтому ну кроме всего прочего в казахстане 20 миллионов человек грубо в узбекистане 40 миллионов человек две эти страны то строго говоря это пол россии еще да окей давай нас уже время поджимает последний да да он такой будет формате блиц ответа от антона расскажи прям коротко свой роудмэп по выходу на рынок какой-то зарубежный ну например там условно взяли рынок посмотрели какой-то объем потенциально на этом рынке потом поехали на конференцию там сделали то-то то-то открыли отдел продаж и так далее вот от тебя какой-то роудмэп прям вот коротко там не знаю коротко ночью подумал о чем не туда вот после чего провел customer development хотя бы 10-15 интервью с кем-то с друзьями с коллегами знакомыми знакомыми знакомых то работает второе провел мистери-шопинг конкурентов вот после чего сформулировал свои преимущества и недостатки по сравнению с конкурентами после чего сделал тестовые продажи на основании тестовых продаж убедился что продукт приходится ко двору на этом рынке получаешь обратную связь после чего принимаешь решение о рулауте а дальше а дальше вот наняли там не знаю первого продажника запустили какую-то дальше обязательно там должен быть человек твоего культурного кода в качестве либо первого лица либо либо 2 лица вот который будет говорить с тобой на одном языке иначе ты будешь постоянно вовлечен в наим новых увольнения и так далее так далее вот там должен быть идеально идеально если ты сможешь туда послать кого-то из хоум-маркета из москвы например но вот у нас это не получается потому что у нас все хватает дел поэтому нашим решением было привлечение в качестве руководителя офиса парня оттуда но с нашим майндсетом с нашей бизнес-культурой спасибо большое антон спасибо большое друзья спасибо очень здорово тут было еще довольно много вопросов но в личку без проблем я буду рад поболтать с кем за честь почту были контакты антона в личке если вам нужна экспертная сессия от антона то приходите к нам в программу мы как-нибудь это тоже устроим вот и как раз сейчас я бы хотел коротенько рассказать что собственно представляет из себя программа что это такое и какие есть варианты участия собственно смотрите у нас программа называется был global программ для бизнеса и мы делаем эту программу уже собственно пять лет к нам каждый год приходит мэдс и говорит о том что ваша программа так хорошо работает и то что вы реально приносите результаты в команды которые мы вам отправляем поэтому мы уже вот пять лет сотрудничаем с мэдсом по этой программе соответственно что такое эта программа вы можете на эту программу пойти когда же когда у вас есть какая-то ну не то что эфемерная но есть идея того что мы хотим идти на глобальный рынок либо вы понимаете что что вам нужны ресурсы на этом рынке либо вы уже сделали какой-то анализ и понимаете какой рынок вам нужно либо даже если вы масштабируете то есть мы эту программу отстраиваем от запроса и от ситуации конкретного бизнеса конкретной команды конкретного фаундера даже более того и соответственно отталкиваясь от этого мы помогаем на его стадии и делать то что ему нужно соответственно из чего стоит программа у нас есть начальная точка то есть во первых в программе с вами работают трекеры то есть я например выступаю как линейный трекер с ребятами довольно многими работал и есть ведущий трекер то есть у нас два трекера которые с вами работают трекеры это по сути внешние консультанты чуть попозже про них расскажем которые помогают находить узкие места в вашем бизнесе в вашем процессе и соответственно помогают также собрать стратегию и тактику как расшить эти узкие места собственно происходит это на диагностической сессии когда мы течение полутора-двух часов разбираем вашу ситуацию ваше желание пожелания что у вас есть и двигаемся соответственно собираем план как мы будем двигаться дальше помимо этого есть образовательные модули с экспертами соответственно которые рассказывают как не знаю настроить лидогенерацию в линге дыне как выступать на конференции условно и так далее то есть это образовательные модули также есть консультации с международными экспертами у нас довольно большой пул этих экспертов которых мы можем к вам привести и найти нужного эксперта под ваш запрос как на российском рынке в плане того что это русскоязычный эксперт так и на международном рынке в плане того что это эксперт с рынка ну соответственно нетворкинг с предпринимателем то что программа идет сразу большое количество людей со всеми бизнесами все со своими пониманием со своим тоже нетворком и соответственно вы все знакомитесь более того с этого года у нас есть дополнение в эту программу мы закрываем вам лидогенерацию то есть у нас есть поставленный кпи то что мы вам за программу за эти три отведенных месяца должны организовать определенное количество встреч соответственно с представителями потенциальными клиентами на рынке то есть мы за вас построим по сути вот этот процесс и поможем вам его организовать но самое ключевое то что программа она длится три месяца но мы строим эту программу таким образом то что чтобы внедрить все вот эти практики и все процессы которые необходимы для масштабирования бизнеса на зарубежном рынке для того чтобы вы дальше могли двигаться такими же темпами либо не сильно уступающими темпами как программе но как вот антон говорил в программе естественно получается быстрее потому что есть условно трекинг внешний такой надзор который помогает вам двигаться всего собственно через программу уже прошло больше 350 компаний здесь много разных глоготипов компании которые проходили эти компании запускали бизнесы в восьмидесяти странах да понятное дело что сейчас есть там определенные ограничения в плане там европейского и американского рынка хотя если команда решает что это их целевой рынок и они хотят на нем попробуйте у них есть ресурсы на этот рынок то тоже ничего там страшного в этом нету если вы понимаете что можете разделить компанию на две сделать их обособленными на американском рынке вводить отдельную компанию почистив все там следы от того что на вы русскоязычные это тоже это доступно тем не менее сейчас больший фокус у тех компаний которые выходят естественно на стороны брикс который вот например вчера там малайзия собирается присоединиться к странам брикс то есть все-таки рынок для нас начинает даже расширяться текущий момент времени то что было двадцать втором году и даже двадцать третьем сейчас это больше тем не менее можно попробовать и запускаться на рынке снг вот как антон рассказывал похожие ну во первых есть определенные пересечения то что можно говорить на одном языке с кем-то есть похожие какие-то ментальные особенности и гораздо проще при этом рынок довольно большой довольно интересная даже более того многие европейские компании которые там работали в российском рынке и когда там случился свой они закрыли эту часть они переквалифицировались на казахстанский рынок потому что сильно похожий рынок и при этом довольно таки большой довольно интересно соответственно кто проходил вот здесь прям известные наверное многим команды это white lines это get курс это моторика avideon там и так далее эти команды вот проходили нашу программу запускались в на международном рынке с помощью с нашей помощью и не только и соответственно добились довольно хороших успехов про трекера соответственно трекер это такая одна из основных частей программы потому что трекер это те самые консультанты которые помогают вам как со стратегией так и с тактикой так и с стимулированием вас работать спринтами делать правильные шаги решать узкие места в вашем бизнесе вашем процессе при выходе на зарубежный рынок и соответственно отталкиваться от ваших запросов все с большой практикой кто-то со своими большими бизнесами международными и тоже выводившими свои бизнесы успешно там на индийский рынок например как ренат кто-то уже очень давно консультирует большое количество компаний там как на российском рынке так и на глобальных рынках например как дима торшин в общем разные эксперты при этом в программе ну наверное если я бы сказал что лучше в нашей программе мне кажется что лучше это то как наши команды продакшена подбирает трекеров под конкретных фаундеров под конкретные команды как происходит эта синергия это не знаю какая-то магия на мой взгляд также у нас есть эксперты большое количество экспертов которые я говорил на разных рынках зависимости от вашего запроса зависимости от того куда вы идете зачем вы идете для чего мы вам подбираем эксперта который поможет вам более плавно наверное если так можно выразиться приземлиться на рынке расскажет какие вот все таки есть ментальные особенности когда человек говорит да но при этом это не значит да вот это как раз может вам донести эксперт рассказать конкретно что например на бразильском рынке португальский язык он не совсем португальский это бразильский португальский поэтому нанимать португальца для работы и продажи в бразилии не лучшая затея вот такие особенности как раз таки могут рассказать эксперты. Всего за программу уже сгенерировано вот такой объем экспортной выручки, причем это подтвержденные данные, потому что МЭД спросит именно подтверждение контрактов с печатями, со штампами, с суммами, соответственно, какая получилась выручка у команд за время программы. Поэтому вот такие данные у нас происходят. Более того, я вот говорил о том, что я во фри делаю на коммерческой основе продукты, то есть коммерческий консалтинг. И в том числе у нас есть эта программа как коммерческая программа, и она имеет определенную стоимость. Она довольно дорого стоит, ну если относительно дорого, наверное, она стоит полтора миллиона в месяц. Но сейчас, так как эта программа идет совместно с МЭДС, то есть МЭДС софинансирует эту программу и большую часть этой программы закрывает своими деньгами. Это даже не грант, это вот именно софинансирование. Собственно, программа стоит 165 тысяч рублей для команды, все остальное покрывает московский экспортный центр. Вам даже не нужно как в гранте отчитываться, заполнять кучу бюрократических бумажек. Единственное KPI – это то, что мы все с вами вместе нацелены на то, чтобы сделать результаты на зарубежном рынке, перевести там первых клиентов, сделать первые продажи. И это нужно будет отчитаться, собственно, вот мы сделали выручку, вот у нас только-то получилось. Это единственное, что нужно будет сделать. Поэтому я рекомендую, посмотреть на этот условно оффер и на эту историю, потому что всего лишь там за 165 тысяч рублей вы получаете за три месяца довольно плотной работы и ценности, на мой взгляд, гораздо больше, чем даже полтора миллиона рублей. И при этом вы получаете такой именно большой рывок, большой, грубо говоря, пинок, который позволит вам за три месяца пройти как там условно целый год, чтобы вы делали это год самостоятельно. Единственное, есть определенные критерии отбора. Нужно понимать, что если у вас там прям стартап-стартапчик, вы только там на кухне мамы что-то собрали, это явно не та история, у вас все-таки должен быть продукт, который вы можете масштабировать, который вы в целом хотите масштабировать на зарубежной рынке, вам интересно это делать. Более того, мы все понимаем, что там волна, наверное, импортозамещения, такая первая волна на российском рынке, она немножко уже начала подходить к концу и стагнировать, а, соответственно, расти уже так быстро внутри российского рынка, наверное, может не получиться. Но есть глобальные рынки, есть вот этот расширяющийся Bricks, на котором можно диверсицировать свой бизнес, диверсицировать свою выручку и сделать довольно большую компанию. Соответственно, должна быть у вас готовый продукт продажи, должна быть выделенная команда. Здесь ключевой момент. Вам нужно все-таки выделять ресурсы. Более того, мы настаиваем на том, что это вот та история, когда есть системные изменения, когда системные изменения должны делаться фаундером, должны делаться лицом, принимающим решения в компании. Поэтому у вас, к сожалению, не получится, не знаю, отгрузить вашу помощницу и одного маркетолога на направление глобала, и пусть они там делают, что хотят. На самом деле мы отталкиваемся от желаний, от мотивации, от стратегии и от вижена фаундера, и, соответственно, работаем конкретно с фаундером. Нужно быть готовым выделить время. То есть это либо один фаундер, либо ваше ключевое лицо, какое-нибудь там SEO по международке. Вы говорите, что этот человек может принимать решения по нашим глобальным стратегиям и, собственно, двигаться на зарубежный рынок. Это ключевой момент. Поэтому ресурсы нужно быть готовым выделить, потому что, как я говорил, за три месяца вы, по сути, проходите год довольно интенсивной работы. В общем, если вам это откликнулось, это вам интересно, и вы, наконец, готовы посмотреть, попробовать свой продукт на глобальных рынках, то, собственно, у нас сейчас идет прием заявок. Он у нас идет до 13 сентября. Но я там настоятельно рекомендую заранее эту штуку сделать, потому что есть комиссия, есть отборы и прочее. Более того, есть такая история. Я там сам с прошлым стартапер запускал стартапы, и вот когда ты начинаешь запускать стартап, заполнение заявок в акселераторы очень много тебе открывает понимание о своем стартапе, о своем ситуации, о своей стратегии, что у вас и как. И вот даже если у вас сейчас есть какая-то идея, почему бы мне не пойти с моим продуктом на глобальный рынок, и готов ли мой продукт, и может ли он там что-то показать на глобальном рынке, я бы вам посоветовал просто заполнить хотя бы заявку. Потому что заполняя заявку, вы уже начинаете отвечать себе на вопрос, задавать себе вот эти вопросы и заявки самому себе, думать об этом, и, соответственно, больше понимать, насколько ваш продукт готов к глобальному рынку, или там нужно что-то подкрутить, или вы в процессе заполнения заявки поймете, что а почему бы и нет, почему бы не выйти на тот же Казахстан, потому что это близкий рынок, довольно большой, интересный рынок, при этом там ментальных особенностей не так много, но получить такую экспортную выручку и диверсификацию почему бы нет, и сделать казахскую карту, чтобы оплачивать покупки в Стиме и в Иксбоксе. Вот, поэтому рекомендую заполнять заявки, мы вас ждем, мы на вас посмотрим и будем ждать вас, собственно, в программе, будет хорошо с вами поработать. Вот, соответственно, это то, что по программе, давайте тогда двигаться дальше. У нас следующий спикер, мы поговорим, как раз-таки сейчас мы говорили про такой B2B, сложный бизнес, как связанный с ментальным здоровьем сотрудников и не только, но и в чате были вопросы по тому, а будет ли про хардварные компании, потому что сейчас довольно много на рынке высокотехнологичных, на российском рынке высокотехнологичных компаний, компаний, которые делают железки, и железки – это своя особенная стезя, своя даже для меня это такой большой секрет на самом деле. Всегда было интересно послушать, как делают хардвар, как запускают хардварные продукты. И сегодня у нас будет Эльдар Гайн, основатель и капитан, он, я думаю, может быть, расскажет, почему он капитан, компании «Спутник», которая занимается системами по управлению умными домами, выходили также на зарубежные рынки, добились определенных успехов. Эльдар сейчас об этом нам расскажет. Можешь включаться, запускать свою презентацию, и будем рады послушать рассказы капитана. У тебя только звук отключен. Да, я же его отключал. Всем добрый вечер. Конечно же, я все расскажу. Ну, для начала хотел обозначить, что последний вопрос предыдущему спикеру, который ты задавал, последовательные действия, которые надо совершить человеку для выхода на международку, это является основой всей моей презентации. Поэтому пойдем как раз-таки степ-бай-степ, что надо делать людям. Второе, что хотел бы сказать, что да, наш проект безумно сложный с точки зрения хардвара, на рынке таких проектов сложных не так много, поэтому я постараюсь раскрыть, как запускать сложные проекты на неочевидных рынках и за недорого. Итак, видно ли презентацию? Да, я думаю, все отлично. Да, коллеги, наша компания занимается многоквартирными жилыми домами. На рынке России мы достаточно известны, в своей узкой нише занимаемся домофонами. На рынке мира мы сейчас тоже получаем известность. И во многих странах мира мы пробовались и имеем партнеров. Давайте расскажем, как это сделали. Вся презентация будет состоять из трех основных посылов. Мы расскажем именно про сложность экспансии. Мы не будем говорить, как это легко, это нелегко, но при этом это все достижимо, и это интересный уровень для предпринимателя. Далее мы поговорим, как адаптировать продукт под те или иные рынки, потому что, по крайней мере, наш проект не подходит ни под один рынок в мире, as it is, и его приходится адаптировать. Я думаю, многие другие проекты тоже будут иметь степень адаптации под тот или иной рынок. И далее будем обсуждать, как находить клиентов погруппнее, и как не разминываться на мелочи. На трех фотографиях видно наше мобильное приложение, которое есть и в Болгарии, есть в Турции, было в Германии и даже в Иране. Для начала, чтобы понимали, почему можно нас слушать, я расскажу коротко про компанию, хотя вся презентация совершенно не про это. Наша компания занимается разработкой электроники, в первую очередь это домофония, во вторую очередь видеокамеры. У нас есть сложная система облачного управления IT-устройствами, там у нас сейчас скрутится 35 тысяч устройств в режиме онлайн по разных странах мира. И есть конечное мобильное приложение, которое пользуются жители. У этого мобильного приложения у нас 3 миллиона скачиваний. Ежедневная аудитория нашего мобильного приложения 700 тысяч человек, поэтому нами пользуются ее очень активно. В уручках компании у нас больше 200 миллионов. В составе команды порядка 40 человек. Это чтобы вы понимали примерно тот уровень бизнеса, который мы имеем. Кому-то эти размеры подойдут, и он может экстраполировать свое желание развиваться от нашей уручки. А кто-то побольше, допустим, с миллиардной выручки, он уже идет другим путем, поэтому надо применять свою компанию. Мы при 200 миллионах такой путь для себя избрали. При этом я сегодня покажу два пути, по которым можно выходить на международку. И давайте начнем с первого. У нас есть во всех слайдах одна только таблица, которая выглядит страшно. Но на самом деле это очень важное начало работы с международкой. Без нее, к сожалению, не обойтись. Прежде чем вы начнете заниматься, надо понимать, что стран у нас в мире достаточно много, и есть неочевидные страны, которые могут подойти вам по многим параметрам. И вот так просто на вскидку в голове сказать, что я хочу в Германию или я хочу в Индонезию, это нереальная история. Это лишь ваш кругозор. Для того, чтобы правильно выбрать страну, с которой надо начать анализировать и проваливаться в нее глубже, необходимо делать таблицу. Эту таблицу делало у нас 4 человека внутри компании. Эта таблица состоит из всех стран, и ее ранжирование каждой страны в зависимости от разных важных для нашей компании коэффициентов. Вот для моей компании важно, сколько стоит интернет, потому что от этого зависит отключение моего оборудования. Для моей страны, для моей компании важна степень урбанизации города. Как много людей проживает в городах, а не в селах, потому что тогда они хотели бы поставить домофонию, и если у них уровень преступности повышенный, то для нас это самая идеальная страна, потому что в безопасных странах мы не нужны. Зачем нужна домофонность? Эта страна безопасна. А если страна имеет некий уровень опасности, преступности для нас это хороший показатель для того, чтобы в эту страну пойти. Моя команда проанализировала в течение двух недель все страны мира и применила к ним определенные коэффициенты, и мы выбрали страны, в которые пойдем в первую, Киеву в вторую очередь. И как здесь по таблице видно, если первый Китай, в него мы боялись идти, то вторая Индия, и на Индию мы в первую очередь обратили внимание, хотя после этого спустились и во многие другие страны. Как мы начали исследовать Индию? Учитывая, что мы не хотели тратить много денег, мы решили, что самое эффективное исследование рынка будет через людей, проживающих в стране. Но как до них добраться, как сделать так, чтобы они тебе рассказали про то, как работает тот или иной рынок? Мы же не знаем лично индусов. Для меня решение было очевидное. Мы зарегистрировались на платформе, похожей на HeadHunter, это международная платформа Indeed, для поиска сотрудников. В ней мы опубликовали вакансию, что мы ищем руководителя своего филиала в Индии. Поставили приличную зарплату в размере 1 тысячи долларов, там долларов можно было ставить. И стали ждать соискателей, которые к нам пошли с точечески зрения найма. Сразу скажу, мы не собирались особо нанимать. Мы хотели в рамках разговоров лишь понять, как работает рынок. Поэтому, учитывая, что к нам шли люди из нашей области, с надкомпетенцией, которую мы запросили, мы через сотни диалогов с ними смогли разобраться в конкурентной среде, в стоимости оборудования, в ожидании людей на земле от работы наших сервисов. Это обошлось нам в 5 тысяч рублей с точки зрения покупки вакансии на Индир и времени сотрудников, которые проводили это интервью. Вот так выглядели интервью. Интервью выглядели... Это всегда индус. В этом случае мы Индию рассматривали. Мы могли быть болгары, если бы болгару рассматривали. Английский в разных странах по-разному воспринимают. С Индией достаточно плохо на английском разговаривают. Ну, по крайней мере, мы, россияне, не привыкли к такому. И нам иногда требовалось либо переводчик, либо иногда мы прекращали интервью достаточно быстро, потому что просто не понимали, о чем с нами говорят люди, хотя не использовали тот же самый английский. Они любят тараторить. Но этот инструмент позволил нам понять, что рынок существует, но его упор на камеры, а не домофоны. То есть чуть-то другой смежный рынок, а не наш основной продукт. При этом мы не остановились на достигнутом и решили покопать глубже. Потому что одно дело поговорить с людьми, другое дело посмотреть это вот таким образом. Почему таким? Потому что мы должны увидеть, как выглядит домофония на реальных объектах. И для меня было важно увидеть, что на домах реально есть подъезда, на домах реально есть двери, на дверях стоят домофоны, и они защищают. Бесплатный способ за 0 рублей у нас был такой. Мы пошли, мои коллеги пошли в Google Maps и просто стали гулять по улице Мумбаи, выглядывая домофоны. Почему нет? Хороший способ стоит копейки. Мы на него потратили несколько дней. Было весело. Домофоны не обнаружили. Этот способ нам не помог. Окей, мы использовали подороже способ за 10 тысяч рублей. И за 10 тысяч рублей мы с помощью продуктов Freelancer.com, сайта Freelancer.com смогли нанять на земле в Индии людей, которые за небольшую плату делали наше поручение. Самое первое поручение, которое мы им дали, это сходить сфотографировать объекты на предмет наличия нашего оборудования. В случае ваших бизнесов вы можете давать другие поручения для того, чтобы они регистрировались в различных сервисах, которые вам требуется проанализировать, или другие вещи, которые вы хотите понять про ту страну, в которой вы находитесь. Поэтому вот там уже были фотографии, можете делать все, что угодно, люди за деньги это делают спокойно. На 10 тысяч рублей мы увидели очень много фотографий, увидели наконец-то свои домофоны, поняли, что рынок существует, но что-то их было маловато, прям немного. В России они на каждом штагу, в Индии не очень. Мы стали анализировать и поняли, что нам недостаточно данных, нам нужно понять, есть ли экономика вокруг домофонии, есть ли платежи жителей за домофоны, для того, чтобы выстраивать нашу экономическую модель, к которой мы в России привыкли. Поэтому другое задание, которое мы дали выполнять людям на удаленке, это по 50 рублей за одну бумажку, они среди родственников собирали платежные квитанции за разные сервисы, связанные с ЖКХ, многоквартирного жилого дома. Вот слева мы видим квитанцию об оплате интернета, очевидно, значит, интернет есть, стоимость его понятна. В серединке мы видим оплату ЖКУ в Индии, на ней мы увидели, что люди скидывают фотографии своих счетчиков, выглядит, как все очень по-российски. В Индии, насколько мы увидели, также интерреклама на счетах фактур, поэтому очень похоже на нашу историю, но при этом домофоны интерком мы не увидели, поэтому очевидно, экономики классической, как у нас, не было. Справа, квитанция, которую мы не поняли, она на хинде, на хинде читать не умеем, переводить долго, и в этот момент мы задумались, а почему у нас вообще 90% документов, которые нам скидывали из Индии, на английском языке, и только буквально всего ничего на хинде. Оказалось, и мы этого не знали, но, по крайней мере, я не знал, что в Индии общепринят все-таки английский, особенно для таких документов, из-за наличия большого количества диалектов. В Индии и невозможности людей с разных деревень читать документы там соседней провинции. Они даже разговаривают, и не особо все умеют друг с другом. Языки имеют все-таки очень сильное отличие. И для усреднения разговора и общения людей используют английский, и поэтому счета фактуры в Индии выписывают на английском языке. Это исследование показало нам, что мы не нашли и здесь домофонию, и на этом наши исследования стали подходить к концу. Мы потратили на это месяца 2-3, мы не увидели свой рынок, хотя по первой таблице, по таблице ранжирования стран, это была наиболее интересная страна для нашего присутствия. Это говорит нам об одном. Таблица – это хорошо, но ее одной недостаточно. Необходимо иметь много разных таблиц или много разной информации о странах из первой двадцатки. Соответственно, мы пошли дальше по этому пути и решили начать посещать выставки. Это логично, потому что, когда мы выбрали страны, мы выбрали чуть-чуть другие страны, Болгария, Турция, Германия, мы поняли, проработав их такой же методологией, как проработали Индию, что там рынок есть, там мы его нащупали. Теперь нужно приземляться десантом и разговаривать с бизнесом на земле. Для того, чтобы это делать дешево, необходимо использовать инструментарий, который дает Россия. Это Московский экспортный центр и Российский экспортный центр. Это два института в России, которые предоставляют субсидии и помогают в участии различных выставок за рубежом. Шикарная вещь, реальный экономит. Без них мы на минималках делали выездное участие в конференции 500-600 тысяч рублей. Это вообще даже дешево. С ними 60 тысяч рублей. То есть 90% стоимости реально можно убрать. Поэтому этим не пользоваться неразумно, лучше пользоваться. И мы с таким образом смогли через моих коллег посетить несколько стран в мире, в которых мы на выставках начали разговаривать с представителями бизнеса, показывая продукты. При этом мы уже проделали работу и понимали, что рынок сложился и он в этой стране существует. После того, как мы в странах выступать начали, то в целом обычный разговор длится 5-10 минут. Но если он вызывает интерес, это буквально 2-3 разговора на всю выставку, то этот интерес выливается в часовой или трехчасовой разговор. Значит, вы нашли того, кого искали. Мы сразу поняли, мы не будем заниматься открытием филиала, мы не будем заниматься поиском сотрудника и нанимать его. Мы будем искать бизнес-партнера, который сделает всю работу за нас и который увидит коммерческий интерес в представлении нашего продукта на своем рынке. Мы поняли, что если мы не найдем такого партнера, то что уж говорить, что мы там сами что-то сделаем. Мы в этой стране ничего не разбираемся. Мы не понимаем, как делать бизнес, даже в Турции. Поэтому мы настроены только на поиск партнеров. Например, из ярких примеров, почему мы не понимаем, как работают другие страны и почему мы не занимаемся наймом. Это найм персонала в Турции. Мы присутствовали, когда наш партнер под наш бизнес нанимал себе сотрудника. Он открывал себе юрлицо и нанимал туда людей для того, чтобы заниматься нашим продуктом. И в разговоре мы узнали, что он обещал человеку талон на еду, а это руководитель отдела продаж. И он обещал человеку руководитель отдела продаж талона на еду. И он согласился. И оказалось, что в Турции общепринято в рамках соцпакета, кроме зарплаты, давать талоны на еду. Это типа пятерочки. Ты даешь карточку, в которой ты можешь покупать продукты. Так в Турции обходит некое налоговое законодательство и экономит на зарплатах. Потому что если ты плачешь зарплату, тебе надо налоги с этого плачьи платить. А если ты покупаешь продукты, даже от лица от организации, то плачешь налогов меньше. А так как люди так или иначе покупают продукты, ну так, в их местной пятерочке, то удобнее 30% зарплаты дать продуктами на карточке. И это хорошая модификационная часть, и она нравится Турку. Я бы об этом в жизни не додумался, в книгах такое не прочитать. Это надо жить там. Вот из-за таких особенностей мы не собираемся кого-либо нанимать. Только бизнес-партнер. Здесь наш партнер турецкий. Мы здесь обсуждаем часа два, там домофон наш на стене висит. И вот этот фотографий через полгода. После того переговора, через полгода он закупил оборудование, руками его пощупал, с коллегами в офисе они его понастраивали. Он нанял персонал. У него появился офис из семи человек, который стал представлять наше оборудование в Турции. Домофон был смонтирован, поэтому теперь мы в Турции имеем не филиал, а крепкого партнера. Но мало, вот локализовать мало, мало просто дать ему. Это же просто пилот. Он дорогой. Потому что, когда ты локализуешь, мы от своего партнера узнали очень много ожиданий от домофона, от нашего продукта, который мы даже не собирались делать. Но там это было принято. Поэтому мы через полгода запустились. Потому что полгода моя команда российская работала на локализацию продукта под турецкие ожидания. Это касалось и оборудования, и платформы, и мобильного приложения. Там было очень много желаний, хотя это вроде как бы домофон и домофон, но на самом деле нет. Поэтому для нас оказалось все дешево, кроме вот этого. Но это лишь один из этапов, потому что, когда здесь заработало, то теперь требуется превращать это в бизнес. И бизнес превращается через бумажки, документы. Тебе надо теперь имя обкладываться. Слева у нас документы на локализацию производства нашего оборудования в Болгарии. Я из России в жизни бы не додумался бы, что туркам удобнее локализовать наше оборудование в Болгарии и везти его через границу. Чем произвести он на территории Турции. Потому что законодательство различается, и турки во многом, когда необходимо, делают в Болгарии, и потом кто-то себе завозит. Мои партнеры в Болгарии открыли еще одно юрлицо. В рамках этого юрлица произвели оборудование, привели необходимую сертификацию, вызвали госорганы. Органы приехали на крупную узловую сборку, сфиксировали фотографиями о том, что это было реально произведено оборудование на территории Болгарии, хоть крупную узловая, водили сертификат и дали свет на продажу наше оборудование во всем Евросоюзе, ну и в Турции в том числе. Чтобы сборка осуществилась, нам пришлось на болгарском языке сделать инструкцию, хоть и топорно, но как надо собирать наше оборудование для того, чтобы его приняли госорганы. Поэтому тут не только с B2G разговариваешь, но еще и офисом сочиняешь новые инструкции, которые раньше у тебя в компании не существовали. И что мы получаем в конце? Счастливого компанию, которая представляет твои интересы, которая находится в другой стране. Это их сайт, это продукт White Label. По сайту вы никогда в жизни не скажете, что здесь что-то российское. Вот никогда. Флаги Турции, Америки, я не помню, что это за флаг, а это Болгария у нас. Тут зеленый второй, белый, зеленый, красный. Все. Вот за этим проектом, за этим партнером вся наша российская ушка скрыта. И покупая продукт в Турции или в Болгарии, вы никогда не поймете, что вообще-то он общается через Россию. И что основные сервера по хранению видео находятся в России. Есть определенные технические сложности с трансграничным переходом информации. Поэтому мы сейчас занимаемся переносом серверов управления на зарубежные хостинг-провайдеры на территорию Евросоюза. Но это отдельная история, и она не требовалась ранее, пока продукт не нашел свою нишу. И на этом первый подход к поиску бизнес-партнера и стоимости этого подхода мы завершаем. Но есть второй подход. Пойти с другой стороны. А как выглядят акселераторы и бизнес-миссии? Здесь можно другими инструментами добиться подобного же добиться. В России есть достаточно много акселераторов, которые помогают тебе найти сразу партнеров, которые могли бы представлять твои интересы или венчуров. Венчуру это тоже хорошо, потому что венчуру могут тебе помочь с адаптацией под те или иные рынки. На этом слайде мы с арабами разговариваем о локализации нашего проекта в рамках города Ниом. Есть такой длинный город у арабов. И в рамках этого города мы имели желание представлять свой продукт. И вот мы с ними это обсуждаем. Много разных программ. Это надо искать самостоятельно, в которых можно участвовать. Но бизнес-миссия это отлично, это недорого. Часто это оплачивается или субсидируется государством. Поэтому прям вообще берите не глядя. Но просто взять бизнес-миссию и ничего самому не сделать это плохо. Вот лапки свести сказать, что они вам всех приведут, не приведут. когда мы поехали в Иран, то мы имели 25 контактов, а вся остальная группа, которая с нами поехала, вся вместе на еще 6 компаний имела 5 контактов по контактам человека. Почему мы имели много контактов? Потому что мы пользовались различными сервисами и сами занимали проактивную позицию по поиску партнеров, кто бы мог нас там встретить. Мы сказали дату, сказали, чем мы занимаемся и вопрос, кому было бы интересно. Вот во фрии очень хорошо объясняют оба инструмента, поэтому подробнее это в акселерации вам расскажут. Это линдхелпер, это условно бот, помогающий вам в общении в линдхине массово общаться с разными людьми на интересующую вас тема. Очень хороший инструмент, мы с ним очень многое сделали. Его ненавидит LinkedIn, LinkedIn его пытается заблокировать, постоянно пытается с ним бороться, но пока он работает, я полностью руками-ногами за этот инструмент must have. Перед бизнес-миссией займитесь и сами себе проложите дорогу к счастливому будущему. И у LinkedIn есть свой родной инструмент с навигатором, поэтому, конечно, им тоже можно пользоваться. Стоимость 10 тысяч рублей вообще ни о чем, просто время ваше немножко потратить. И вот так выглядела миссия в Иран. Вот мой коллега справа, стрелочкой здесь показан, участвует в правительственном приеме среди групп россиян. Встретили нас очень позитивно. Мы в Иране не запустились, но не запустились из-за технических особенностей. Интернет-соединения, магазинов для мобильного приложения, там iOS взломано, есть андроиды, через АПК можно ставить, но есть свои сложности. Но, тем не менее, вран слетали, с ними пообщались, поняли, что этот рынок пока не наш. Поэтому бизнес-миссия тоже определенный путь, и через нее мы тоже некоторые контакты в мире хорошие находили. на этом у меня все. Спасибо за внимание, буду рад ответить на вопросы. Спасибо большое, очень интересно и круто. Ты говорил про инструменты с линкетином, я бы хотел сказать, что у нас вообще в текущей программе, в текущем наборе мы даже запускаем этот процесс, то есть есть API на эту штуку. Хотел тебя как раз спросить, ты говорил, что как раз был там ваш личный подход с Московским экспортным центром, и было то, что там тебе дала программа, можешь еще раз обозначить, что по твоей памяти такого самого ценного ты вынесли с программы, насколько это вообще в целом повлияло на твой бизнес? Давай, будем рекламировать вас, причем это заслужено. На самом деле вы повлияли только в том, чтобы мы собрались и занимались этим на периодической основе. Раньше мы хотели выйти за рубеж, и мы это делали так. На совещании вспоминали, что мы хотели в ту или иную страну и время от времени спрашивали, никто ли кто-нибудь этим занимался и никто этим не занимался. А акселерация нас каждый день дрючила. Почему мы не позвонили? Почему мы не собрали таблицу? Где наш контакт? Почему мы не ответили тому или иному человеку? Это реально жесткий контроль, но позитивно жесткий контроль. И мои коллеги были на взводе все время акселерации, но делали колоссальное количество работы. Это невозможно сделать без трекера, который постоянно над тобой надсматривает и говорит, что вот так неэффективно, смотрите, вот ни к чему не привозит. Вот этот инструмент помог соседней команде, попробуйте его, может получиться быстрее. И он позволяет лучше, best practice обмениваться между командами, еще и свои окна доставать. И ты бежишь намного, намного быстрее, чем это сделал бы сам. Я уверен, что даже под моим руководством, хотя я там вроде неплохой руководитель, я не смог бы так быстро свою команду организовать для такого результата, который в итоге дала акселерация. Я прям в восторге. Спасибо, отрадно слышать. Смотри, еще такой вопрос, на самом деле тут было много вопросов, но Мансур на них почти все ответил. Спасибо, Мансур, мой командир в деле. У меня такой вопрос, ты показывал в том числе какие-то кадры из зум-созвонов и прочих, и у тебя там на заднем плане была доска с русским текстом и вот этой всей историей. У меня такой вопрос, насколько мешало или не мешало вот эта история, это просто в головах у нас, то, как реагируют иностранные партнеры на то, что ты там славяноязычный, русский, можно ли с тобой работать, вот эта вся история. Или это вообще не мешало? Стан и Брикс вообще нормально к нам относятся. Есть прикол, в Индии мы за 1000 евро, за 1000 долларов нанимали человека, вот у нас там приходили нормальные высокоплачиваемые сотрудники, они были руководителями крупных компаний, прям хорошее резюме, тысяча. Мы пошли в Германию и мои коллеги предположили, что в 4 раза в Германию можно поднять чек и за 4000 евро мы стали искать. К нам в Германии пришли те же самые индусы, только, только, проживающие в Германии и в поисках работы, потому что в Германии оказался средний чек на сотрудник, с кем мы хотели бы поговорить, 10 тысяч евро. получается, есть страны, которых к нам реально негативно относятся, вот прям, можно даже не ссуваться, ведь страны, на самом деле, там по телевизору примерно и проговаривают, там на уровне людей нас даже сейчас перестали любить, слишком сильная агитация против нас, но есть страны, которые очень позитивно к нам относятся, в том числе Индия, в том числе БРИКС, прям в целом можно брать спокойно, Бразилия очень хорошо к нам относится. Есть много нейтральных стран, которые к надписи на русском языке относятся нормально, если ты хорошо плачешь. Понятно, интересно. А еще такой вопрос, ты говорил, что вы там запускали локальное производство, вот эта вся история, а сколько по времени это заняло? Там же как-то было, мы прислали, мы помогли нашим куркам купить наше разобранное оборудование в Китае, завести его как разобранное и просто его собрать. То есть это было не совсем чистый процесс. Мы его там разобрали, здесь собрали. Могли бы в целом ввести, но туда бы сертификацию не прошли. То есть нужно постоянно изобретательность применять. Поэтому это было сделано за три месяца. За месяц мы собрали по документам все, проводку в Китае сделали, за месяц мы из Китая доставили прямую в Турцию. И в Турции за недельку собрали и две недели еще проверяли нас. Вот так примерно. Здорово. То есть довольно быстро получается. Несмотря на то, что это прям железки. Мне казалось, там железки целый год надо запускать. Разрабатывать. Разрабатывать год надо, да, собирать быстрее можно. Окей. Так, может у кого-то будут еще вопросы? Потому что Мансур прям все вопросы отбил. Да, коллеги, задавайте лично мне вопросы какие-нибудь. С точки зрения руководителя могу рассказать. Если что-то осталось еще. Давайте пока мы ждем вопросы. Я еще раз подсвечу на тему заявок. Как видите, довольно полезная штука, и все очень хорошо работает. Вот, тем более, там были вопросы, можно ли повторно проходить программу. у нас в этом году МЭЦ допускает повторное прохождение, поэтому если вы хотите еще раз выходить на новые рынки, Эльдар, то можешь тоже заполнить заявку. Ну и, собственно, там тоже непонятно, на самом деле, будет ли эта история в следующем году, потому что, насколько мы знаем, там есть определенный фокус на российский рынок у нашего правительства, там на его развитие, вот эти все готовятся нацпроекты. Возможно, там экспортная часть будет подзакрыта в следующем году, ну посмотрим. Вот, если вы там думаете, то настоятельно рекомендуем сейчас попробовать и заполнить нашу заявку. Вопрос был о продвижении вашего продукта, было на партнерах, или это тоже ваша часть была? На партнерах, это было одно из условий, что маркетинг лежит на нем, мы не разбираемся как в найме, мы также не разбираемся и маркетинговых приемов в разных странах. Набирать компетенцию быструю, что в Турции считается нормой в рамках рекламы, мы не хотели, поэтому когда партнер подписывался, мы давали такие условия, в которых ему достаточно выгодно с нами сотрудничать, причем взяв на себя в том числе и продвижение продуктов и риски. смотри, тут тоже на ютубе спрашивают, что, ну, прямо у тебя стратегический упор на партнеров-агентов, а не на сотрудников, можешь рассказать, как выстраивали эти контакты и такое от меня дополнение, как проверяли партнеров, то, что это не просто там какие-то непонятные чуваки, приехавшие непонятно куда и так далее, вот как их отбирали и как с ними выстраивали вот эти прямо реально партнерские отношения. Выбирали через выставки, в рамках выставки мы с кем-то начинали общаться больше, чем с остальными, если нам это вообще не нравилось, то был выезд в ту страну, в которой находится партнер, который нам нравился, мы проверяли его на наличие бизнеса, коррелирующийся с нашим, это не должен быть человек, который занимается медициной и такой, о, я займусь домофонами, ничего не шарю, но с вами разберусь, это должен быть человек, который в этом разбирается, допустим, в той же самой Турции, коль мы про него много сегодня говорим, партнер занимался шлагбаумами на квартире и в жилых домах, очень коррелирующийся с нами бизнес, тоже самое, железный, поэтому мы приехали, увидели, что он лидер на рынке Турции в шлагбаумах, и это позволило нам, увидев офис сотрудников продукты и наличие его клиентов, которые ему звонят, мы прям видели, что это работает, мы уверовали, что партнер хороший, сильный. в Германии мы поверили, потому что человек русский, бывает, что мы русские своих не обманываем, вот мы в эту историю поверили, но в итоге не получилось в Германии, там в Германии после нашего долгого, долгих попыток зайти, мы с русскими не срослось, они пропадали чуть-чуть надолго и как-то вяло с нами контактировали. Мы хорошо общались именно с немцами, но в итоге они сказали, что продукт интересен, но он просто не знает, какие слова подобрать, чтобы расторгнуться по контракту со своим партнером, у которого 30 лет покупает оборудование. Я у него все же покупаю, вот что мне ему сказать, что кто-то из России красивее его пришел, я не могу, поэтому я просто гадами отношения выстроенные не могу прорушить, поэтому Европа не наш кейс, наши продукты. А вот тут тоже вопрос, а партнер получается имеет исключительные права на продукт в своей стране или как? Да, да, что нам терять, у нас в стране там ничего нету, это как раз обратная сторона монета, мы вроде как бы все на него возлагаем, он тратит деньги, он маркетингом занимается, и людей нанимает, но в обмен он получает эксклюзив. Понятно, окей. Это в нашем случае, если ваш продукт замечательный и уникальный и никто не повторить не сможет его, то, конечно, может быть, вы старгуетесь на более лучшие условия, просто мы решили, что гулять так гулять, уж лучше много стран с партнерами с эксклюзивом, но зато быстрые запуски, чем долго выверяться и торговаться между двумя представителями, которые не факт, что еще выстрелят. Расскажи, знаешь, еще такой вопрос, возможно, какие-то лайфхаки, я так понимаю, что многих партнеров вы нашли как раз через выставки, а вот как у вас строится работа на выставке, то есть вы привозите железки, у вас там люди, не знаю, ходят красивые девочки в больших юбках подлавливают, или как это вообще организуются, как наиболее эффективно выстроить этот процесс. У нас выставки, которые мы посещаем, обычно многолюдно, я думаю, сейчас в чем секрет, и он, наверное, банальный, мы показываем, во-первых, у нас продукт достаточно уникальный, обычные люди, даже наши слушатели, не смогут понять, чем наша уникальность, но если ты из нашей тематики, то люди все знают, что мы достаточно уникальны, поэтому у нас очень много народа, и все ждут от нас новостей. Но заурбежных, вроде как уникальности, это не показать, потому что мы для них новички, нам приходится брать компетентностью, поэтому на выставку обычно едут не девочки, не красота, у нас жесткие технари, которые жестко рассказывают, как это уникально работает, и у людей там опускается челюсть, типа, разве так можно было? Мы говорим, да, это вот облако у вас здесь в онлайне это запускается, вот просто здесь шокнет, там в другом конце города в мобильном приложении отобразится, задержка 0,4 секунды видео, они такие, быть такого не можешь, пойду расскажу своему начальнику. К нам приходит начальник. А кто вот получается у вас ЛПР, это начальник? Владелец бизнеса, мы же ориентируемся не на директоров, которые директора видят нас лишь топ-нагрузку на свою работу, нахрен мы ему сдались. Только владельцы бизнеса могут заинтересоваться, потому что мы предлагаем новый бизнес создать. А до них сложновато достучаться. Смотри, в дополнение к вопросу про условия стратегии работы с партнерами, у вас получается процент от продаж с партнерами и весь маркет и продаж на партнере, правильно? Я не разрешил, мне что-то зуб превратился на секундочку. Теперь, пожалуйста. или как? Смотри, вопрос от человека, который говорил про его партнеров, дополнение к вопросу, как у вас условия выстраиваются, то, что это процент от продаж получается и весь маркетинг и продаж на партнере, правильно? Мы представляем эксклюзив на самостоятельное производство оборудования, поэтому партнер может делать по нашим чертежам самостоятельно без нас. При этом он покупает лицензии на софтвердную начинку каждого единицы оборудования для того, чтобы она отжила. Таким бытовым языком рассказываю. Поэтому получается покупать лицензии на запуск каждого единицы оборудования. Это первый платеж. Для нас это как бы норма прибыли, просто она голая софтвердная и позволяет нам не гонять товар между странами, просто бумажками лицензию закрываем. Вторая часть отложенная, это любое запущенное оборудование генерирует нам доход. Мы получаем ежемесячные деньги за любое запущенное оборудование, которое находится в режиме онлайн. И это есть определенная сумма. Он знает, сколько он соберет усиленно на рынке, нам дает примерно процентов 15 от этой суммы, нас это устраивает, потому что для нас главный масштаб от процентов. 75 его, на этом он строит всю свою маркетинговую активность и так далее. Хорошо. Так, ну давай в заключение мой вопрос, который я задавал Антону, такой блиц от Ильдара по выходу на международный рынок, какой родмэп ты бы реализовывал, как с твоей стороны это должно выглядеть, коротко, прям по шагам, раз, два, три. Во-первых, не бояться, просто начать что-то делать, во-вторых, иметь партнера как фри, который позволит тебе пройти дешевле этот путь, сам продешевле дороже, поэтому не бояться, купить программу фри и слушать трекеров, они реально умные ребята, я не то, что нахваливаю, но я бы это сделал намного дороже без их помощи, поэтому не суйтесь на международку без ребят, которые в этом разбираются, они просто сэкономят деньги. Спасибо, спасибо большое, а вот именно по самим процессам, то есть выехать. А я же рассказывал уже, берешь табличку, делаешь большую табличку, выбираешь страны, там как выбраны страны, идешь, исследуешь через интервью, после интервью исследуешь предметно некоторые области смежные, которые тебе нужны, там, будь то фотографии или еще что-нибудь, если удостоверился, что это твое, интервью это показывают и подтверждающий документ получил, едешь одним человеком или там есть группа людей на выставку профильную в своем бизнесе, если там тебя на руках носят и все с тобой восхищаются, то, значит, ты ищешь партнера, кто бы восхищаясь, мог бы еще и вместе с тобой зарабатывать на этом деньги. Нашел, если по духу вы сошлись и чувствуете, что вы друг друга не кинете, то начинаете договорную обвязку и приземление проекта. Круто. Спасибо большое тебе за такое, там и много благодарных комментариев было в процессе. Спасибо. Ты дал очень много инсайтов и таких прям четких шагов. Большое спасибо за твой опыт. Мне кажется, это было прям круто и интересно. Друзья, спасибо большое. Мы, наверное, будем закругляться. Еще раз повторю о том, что выходите на глобальные рынки, диверсируйте бизнесы, делайте это с правильными партнерами, заполняйте заявку. Как говорил, там был вопрос, будет ли там следующий набор после сентября. К сожалению, мы знаем только, что будет сейчас набор до 13 сентября, а дальше туман войны и ничего не понятно. Вот, поэтому лучше заполните раньше, чем позже, а там уже в процессе будем разбираться. Ну и, как я говорил, заполнение заявки это тоже определенный такой момент как-то рефлексии на тему готов ли я и нужно ли мне это делать. Спасибо большое текущим нашим спикерам, которые сегодня были. Очень много информации и очень классной информации. Большое спасибо за благодарственные слова в сторону фри. Это всегда приятно и здорово, особенно в сторону трекеров. Мы будем прощаться. Оставляйте заявки, оставляйте комментарии, пишите ребятам, контакты были, запись тоже будет, материалы отправят вам на почты, так что тоже там все будет. Находите ребят, пишите, заполняйте, только немного времени их отнимайте, потому что ребята работают над своими бизнесами, они у них растут не только на российском рынке. Спасибо большое и всем тогда пока-пока. Спасибо. Станя. Продолжение следует...